В принципе-то это все одно и то же. Что было раньше, люди передавали из уст в уста, да, что сейчас в соцсети это как бы общение только удобнее, удобнее. Итак, глава Вайтханан. Сегодня у нас среда, четвертый день недели. Четвертый день недели, и мы, значит, возвращаемся к речи Машера Бейну перед еврейским народом. И он, значит, перед смертью, последняя неделя перед смертью, он им дает напутствие, дает им напутствие конкретное, вот представляете, он вел их 40 лет. 80 лет он пришел в Египет. 40 лет, это большой срок. Мне сейчас 50, это, ну, сейчас всю жизнь. Он как, я не знаю, кто правил 40 лет, вот, в нашей памяти. Брежнев, может быть, плюс-минус. Не помню, сколько Брежнев правил, да. Но сменилось целое поколение. То поколение, которое он вывел из Египта, они все умерли в пустыне. И вот стоит новое поколение, которые, которые на момент, когда они выходили из Египта, им было всем меньше 20 лет. Сейчас им всем больше 60. Родились новые в пустыне и так далее. Вот они все стоят, и Машера Бейну им дает напутствие перед своей смертью. И вот сегодня он им как раз напоминает о самом главном вообще, что есть в Торе. Это то, что знает весь мир. Самое главное, что есть в Торе, это 10 заповедей, да. Это 10 заповедей, которые для всего мира обозначают сущность вообще, сущность морали, сущность добра, сущность божественного управления миром. Интересно, что в 10 заповедях, которые написаны на скрижалях, в 10 заповедях есть 613 слов. 613, 10 по... Нет, 613 букв. Я ошибся, не слов, букв. 613 букв. Значит, мы знаем, что было на одной скрижале 5, на другой скрижале 5. Это уже второй раз в Торе повторяются 10 заповедей, повторяются они с небольшими изменениями. Тут очень интересно вот эти вот нюансы. Как они первый раз? Это была книга Шмот, глава Итро. Глава Итро. И интересно тоже, глава Итро, это тесть Моше, Итро, это те же буквы, что Тора. Итро, ну почти те же Тора, и там есть Ют, и Эй. В общем, есть целая история, почему именно в главе Итро. Значит, давайте вернемся к тексту. И возвал Ваикра Моше Элькольмей, Эльколи Сраэль. Значит, видите, Ваикра. Это почему называется наша платформа Ваикра. Вот, пожалуйста, Ваикра, это наиверите возвал. Когда Бог обращался к Моше, он всегда, написано в Торе, Ваикра, и возвал. И суть нашей организации, платформы, что те, кто изучают Тору и хотят о Торе рассказывать, они как бы делают то же самое. То есть, Бог возвал к Моше, Моше передал Тору. И мы сейчас все-все-все вместе, те, кто преподают Тору, те, кто учатся Тору, через Моше Рабейну, и мы присоединяемся к словам Всевышнего, к мысли Всевышнего, к тому, что Всевышний хотел нам передать. Это очень важный момент, да? Люди все ищут общение, все хотят общаться, все хотят, чтобы было интересно, хотят с кем-то общаться. Вот у нас есть возможность пообщаться со Всевышним, с Творцом Мироздания, и с Моше Рабейну, который был пророк из всех пророков, который просто передавал слова Всевышнего. И вот возвал Моше ко всему Израилю и сказал им, Шма, Исраэль, слушай, Исраэль, сказал он им. Тоже очень интересно вот это обращение, Шма, Исраэль, слушай, Исраэль. Вообще слово Израэль, Исраэль, да, наверите правильно говорить, Исраэль, оно имеет очень глубокую такую, это шифр, вообще вся Тора это шифр, это сжатый файл, это, ну как бы это же все-таки Всевышний, это чертеж Мироздания, Тора это чертеж, по которому создан мир, это как матрица такая. И каждая буква в Торе, каждое слово в Торе, оно очень сильно имеет, ну там, как голограмма такая, да, оно раскрывается, с какой стороны ты посмотришь, и открывается что-то разное. И вот Моше Рабейну говорит, Шма, Исраэль, слушай, Исраэль. Значит, первое имя Исраэль получил кто? Яаков. И когда ангел ему сказал, что твое имя теперь будет Яаков, твое имя теперь будет Исраэль, а не Яаков, то в слове Исраэль он говорит, потому что ты сарита им-элуким, во им-анашим, во не цахта, потому что ты боролся, значит, сарита это как ты стал сар, как министр, то есть ты боролся с ангелами и с людьми и победил. Это как бы первое этимолодие слова Исраэль, такой борец в духовном и в материальном мире. Яаков был борец, и Израиль, это как бы сущность Израиля, это такие борцы, да, борцы. Теперь, значит, второе, это этимолодие слова Исраэль, это Яшар, Яшар это прямой. Второе название народа Израиля Ишурун, прямые. Исраэль, Эль, это божественная сила. Исраэль, это прямой вход в божественную силу. Исраэль, Яшар ли Эль, прямо к Богу. Третий ракурс на слово Исраэль. У народа Израиля было три праотца и, значит, две праматери. Четыре праматери. Три праотца и четыре праматери. Кто эти три праотца? Авраам, это первый, кто, иври его называли, Авраама, иври. Он перешел с миром на другую сторону, вообще вот просто. Весь мир служил идолам, Авраам говорит, а я не буду, есть Бог. И он догадался, что есть Бог, это очень важная вещь. Значит, Авраам, это первый праотец, Ицхак, это второй его сын. И третий, это Яков, который получил имя Исраэль. И было четыре праматери. Сара, это жена Авраама, Ривка, это жена Ицхака, Рахель и Лея, это жены Якова. И если мы возьмем первые буквы их имен, всех семерых, то получается слово Исраэль. Да, вот проверьте. Юд, это первая буква имени Ицхак и Яков, Юд. Шин, это первая буква имени Сара. Рейш, это первая буква имени Ривка и Рахель. Алиф, это первая буква имени Авраам. Илам, это первая буква имени Лея. То есть Исраэль, это квинтэссенция, это соединение всех праотцов и праматерей в одну некую сущность. И вот Маша Рабейну говорит, Шма, Исраэль, слушай, Израэль. И когда ты утром или вечером, надо два раза в день говорить молитву Шма, Исраэль. Когда ты говоришь вот эти слова Шма, Исраэль, это как кнопка включения связи со Всевышним. То есть ты говоришь Шма, услышь Исраэль. И ты пробуждаешь в себе вот эту вот высшую сущность, которая называется Исраэль. Слушай, Исраэль, это хутим, постановление, в это мишпатим и законы. Слушай те постановления и законы, которые я говорю в уши вашей сегодня, да, вы слышите сегодня. И выучите их, да, то есть учите их, изучайте их и сохраняйте их для того, чтобы делать. Это как раз суть любого изучения. Когда ты изучаешь для того, чтобы запомнить и для того, чтобы сделать, то ты тогда и изучишь, и запомнишь, и будешь делать. Это вот такая вот очень важная связка. Хорошо, значит, вчера я видел, один спрашивает, говорит, вот суббота. Ну, не понимаю я субботу, говорит. Почему 39 видов работ, запрещенные в субботу, а не 40, да? Значит, и это я комментарий увидел перед одним уроком Торы. Он говорит, вот я не понимаю Всевышнего вообще этих евреев. Человек, мол, это, ну вы что, не понимаете, как это тупо, что вы верите в то, что 39 видов? Такой был подтекст именно с издевкой. А я ему говорю, Бог потому запретил именно 39 видов работ в шаббат, а не 40, потому что у вас две руки, а не три. Вот если вы сможете понять, почему у вас две руки, а не три, вы поймете, почему 39 видов работ, а не 40. То есть человек пытается наложить на Бога свое мышление, которое, ну просто набор каких-то идей, которые в него вложили, начиная с детского сада и заканчивая там сегодняшним днем. И это надо иметь большую наглость, чтобы на Бога задавать вопросы, почему Бог так сделал, я бы сделал по-другому. Бог так сделал мир, мы просто привыкли к нему, нам кажется нормальным, что у человека две руки. Но у человека две руки, потому что Бог так решил. Вот он две руки, а нос один. Было бы, может быть, хорошо, если он все парами делал, чтобы было два носа. Мог тоже так сделать, почему бы не два носа сделать, да? Бог сделал так, как сделал, и это вместе называется хутим. Это постановление, то есть он так установил. Мишпатим это то, что мы пытаемся понять законы. Значит, дальше Маша Рабейна продолжает. Бог Элоэйну, Бог Всесильный Наш, Бог Всесильный Наш, Карат Эману Брит, он с нами заключил союз Бахоров. На горе Хорев, это гора Синай, это дарование Торы. Заключил он с нами союз. Ло Этавутэйну, Карат Ашемет Абрит, Азот. Не только с отцами нашими, которые там стояли, он заключил этот союз. А еще и с нами, и все, кто с теми, кто находится здесь Айом. И мы все живы, живы. Он говорит, и мы все живы. То есть, смотрите, очень задают на это вопрос. Вот дальше написано. То есть, когда было вот это проявление Всевышнего, 10 заповедей. Вот представьте ситуацию. Вы пришли на концерт какого-то очень хорошего певца. Стадион, 100 тысяч. Вы приходите на концерт, и вы решили поближе подойти, чтобы лучше услышать. И вот вы подошли к колонке, прямо к колонке. А он включает звук, чтобы услышало 100 тысяч человек. И, конечно, человек, который стоит прямо возле колонки, его с звуком сносит просто. У него может прямо голова отвалиться от этого звука. Теперь это всего лишь певец, и всего лишь колонка. И всего лишь 100 тысяч человек. Когда было дарование Торы, то Творец Мироздания проявил себя в этом мире. И люди начали воспринимать то, что, в принципе, воспринимать не должны. То есть, человеческий разум не приспособлен к пророчеству. Например, поэтому Всевышний убрал пророчество. Оно полностью рушило мозг. То есть, человек, который получал пророчество, у него отключалась вся система. Он просто... у него физическая система отключалась. И у него включалось духовное восприятие. Это две разные системы. Вообще два разных... ну, вообще все разное. И тут весь народ, 3 миллиона человек, они поднялись на ступень пророчества. И у них отрывалась душа. То есть, почему человек жив? Там все говорят, ну, вот он жив. А что он жив? Внутри есть совершенно сложнейшее программное обеспечение, которое управляет всеми, там, гормональной системой, иммунной системой. Там еще есть разные системы, да? То есть, и все это налажено, все это работает. Одна настройка сбивается, тут же у человека какое-то аутоиммунное заболевание. У него начинает одна система жрать другую. Мышцы не работают, дыхание не работает. Все, нет человека, да? Одна настройка ломается. У меня у одного знакомого, что-то у него, он какое-то не то лекарство выпил, у него побочка, у него теперь все время в голове шум. Он с ума сходит. Он уже там несколько лет, у него это началось, врачи не знают, что делать. Он выпил какие-то капли, и у него что-то внутри там сломалась настройка. У него в голове шумит. Представляете, как жить человеку, у которого все время шумит в голове. Вот, поэтому Машир Абайну им говорит, помните, когда я стоял между вами и Богом, значит, и вы сказали, что вы не можете вас принимать. Но вы услышали все равно, первые заповеди услышали все. И интересно, что первые слова, которыми обучают ребенка в детстве, это первые слова родители ему говорят. Маленький, он еще лежит в люлечке, да? И родители ему говорят маленькому ребенку, все время ему, вот, как бы говорят, обычно, родители обычные, что ему говорят? У, там, рожек строят, там, улю-лю, там, всякие такие, ну, глупости. А по Торе нужно ему говорить, Тора, Тора, Тсива, приказал Лану Моше, приказал нам Моше, как бы передал нам Моше, Мораша Кейлат Яков, наследие общины Якова. Теперь слово Тора на иврите, да? Это дематрия слова Тора 611. Все знают, что в Торе 613 заповедей, и получается, что Тору передал нам Моше 611 заповедей, да, Торы, из 613, передал нам Моше, а две, всего же 613, слышали мы все. И вот это то, что здесь написано, что Моше нам сказал, значит, что я стоял перед Богом, между Богом и между вами, и, значит, вы боялись, потому что это было страшно, когда огонь, все, они эти слова не слышали, они их видели, воспринимали. Так в Торе написано, когда вот в книге Жмот описывается дарование Торы. И, значит, дальше описаны 10 заповедей. Давайте сейчас их вспомним, я думаю, что вы их помните, конечно, но, если вы забыли, давайте сейчас мы их быстро повторим, да? Значит, я, Анухи Ашемилок Элокейха, я, Бог Всесильный Твой, в единственном числе, то есть, каждый слышал в единственном числе, как к нему обращалось. Я, Бог Всесильный Твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Значит, ло, 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 елеха, эллоима, хриима, альпанай. Не будет у тебя никаких сил, всесильных богов. Слово эллоим переводится, даже судьи называются эллоим, дословно это силы. Вот есть, когда говорят про Бога, говорят, эллоим это всесильный, на русский переводят, а юткей вавкей, ашем, это Бог переводят, Бог творец, создатель. А есть всесильные, которые, все силы в мире, они вроде бы отдельные, но у них, у всех есть синхронизация. И Бог это всесильный, все силы это Он. И Он говорит, не будет у тебя никаких сил других, кроме меня. Пойми, что я единственный центр управления всем мирозданием, всеми силами, всеми законами. Не делай себе песель, никакого не делай себе статуи, изваяния, да, на русский говорят, изваяния, не ваяй. Кольт Муна, не рисуй никаких картинок, которые в небесах, и которые на земле, которые под водой, и которые на земле. То есть нет у меня никакого изображения. Все, что ты нарисуешь, это маленький фрагментик моего проявления, мироздания в этом мире. Не поклоняйся им, никаким образом, никаким силам, ничему, и не служи им. Потому что я Бог всесильный твой, Элькана, я Бог ревнитель, Кот, Покет, Авон, Авод, Альбаним. Я сохраняю грех отцов на сыновей до третьего и четвертого поколения для тех, кто ненавидит меня. То есть, например, какой-то человек возненавидел Всевышнего. Он говорит, нет Бога, все, проехали. Или я его не люблю. Он есть, но я его не люблю. Я отдельно, он отдельно. Хорошо, это грех. И он говорит, ну а что, а кто тогда в этом мире хозяин? Значит, у него два варианта. Или сказать какой-нибудь там Чупа-Чупса, ну какой-нибудь там Бальпеор, не дай Бог. Всякие идолы в люди придумывали, каких-то названий, да. Или же человек обождествляет чаще всего себя. Он говорит, нет, это я, мое эго. Я, вот я сказал, я хочу, я буду. То есть, человек служит или Всевышнему, да, Богу Творцу Мироздания, или каким-то выдуманным вообще клоуном, который, ну вообще вот просто, знаете, такое люди выдумывают, что, ну, удивляешься иногда. Или же он служит себе. То есть, три варианта. Теперь, если он отказался от Бога в пользу каких-то других вариантов, то это грех. Он оторвался от источника, но Всевышний ждет до третьего, четвертого поколения. Если третье, четвертое поколение продолжает грешить, оторванные от Бога, то, значит, то что? То они исчезают, потому что, кто сказал вообще, что надо рожать детей, кто сказал, что надо жениться, кто сказал, что надо вообще, если я живу ради себя, так вообще зачем мне кто-то, зачем мне эти дети, зачем мне кому-то помогать, зачем мне правил-то нету, если нету Бога, так все дозволено. А если все дозволено, но Бог-то есть, и закон это работа, ты можешь не верить в законы, в правила движения сколько угодно, ты можешь быть анархистом в правилах движения. Но если ты пойдешь на красный свет по пешеходному переходу, то большая вероятность, что тебя собьют. Но даже скажу так, что рано или поздно точно собьют, потому что ты можешь не верить в правила, но они работают. Поэтому человек, который оторвался от Бога и нарушает, грешит, нарушает божественные законы, Богу не надо его наказывать. То есть, в принципе, наказывать человека, который засовывает пальцы в розетку, не надо, его просто током убьет. Это будет следствие его неправильного действия. И вот Бог сказал, я Бог-ревнитель, значит, хочешь выдумывать правила, выдумывай, но знай, что до третьего, четвертого поколения у тебя есть возможность. И делаю я милосердие на тысячи, для тех, кто меня любит, и для тех, кто сохраняет постановления, мои заповеди. Вот здесь мы видим меру милосердия Всевышнего. В тысячу раз добро, любовь и хорошее отношение Всевышнего мощнее и сильнее, чем зло, наказание. То есть, ты ненавидишь, ты пробуждаешь ненависть. Бог говорит, подожду до третьего, четвертого поколения. Ненависть убьет тебя только через три-четыре поколения. Ты любишь меня, на тысячу поколений любовь будет идти на твоих потомков. Дальше, третья заповедь. Третья заповедь. Лот Исаед Шем Ашем Элокеха Лешав. Не поднимай дословно, не произноси имя Бога Всесильного твоего в пустую. Тилой Накай Ашем Эташер Исаед Шмо Лешав. Что не очистит Бог того, кто поднимает его имя в пустую. Значит, здесь речь идет о нейтральных ситуациях, когда человек вдруг начинает, там, все. Завтра встречаемся, идем на речку. Клянусь. И вдруг он начинает клятся именем Всевышнего. Чего ты клянешься именем Всевышнего? Какой ты завтра пойдешь на речку? То есть, когда человек начинает в пустую, в обычной жизни использовать имя Всевышнего, Бог сказал, это запрещено делать. Каждый раз, когда ты произносишь мое имя и соединяешься даже в мыслях со мной, нужно подумать десять раз, с кем ты соединяешься. Ты включаешь совершенно другую программу в жизнедеятельности. Дальше. Значит, сохраняй день шаббат, освящая его. Как приказал тебе Бог всесильный твой. Шесть дней работай. И делай всю твою работу. Да, все, что ты хочешь. Выдумывай, фантазируй, твори, создавай. Шесть дней у тебя есть как творение мира, да? В Йомашви шаббат. День седьмой шаббат. Для Бога Всесильного твоего. Не делай никакую творческую, производительную работу. Ата, ты, сын твой, дочка твоя, раб твой, рабыня твоя, и бык твой, осел твой, весь твой сход, и пришельцы, которые в твоих воротах. Для чего? Для того, чтобы отдохнули и рабы твои, и рабыни твои, как ты. Чтобы вы все отдохнули. И вытащил тебя Бог Всесильный твой оттуда. Делать шаббатный день. Значит, шаббатный день это не просто день отдыха. Шаббатный день это возвращение к заводским настройкам. Воспоминание, что не ты хозяин в мире, что есть Бог, творец мироздания. И ты можешь спокойно на день остановиться, вспомнить о том, кто хозяин, от кого зависят все результаты, от кого зависит здоровье, судьба мира и все. И посвятить день отдыху, да, то есть отдыху от того, что ты живешь в иллюзии, думая, что ты можешь что-то там кардинальное сделать в этом мире. Поколение приходит, поколение уходит, все проходит, говорит царь Самон, и это пройдет. Не придавай слишком большого значения вот этим своим шести дням труда, надеясь, что именно они улучшат твою жизнь. Нет, твою жизнь улучшит только шаббат, день отдыха, когда ты соединяешься со Всевышним, соединяешься с собой, заходишь в свою душу, возвращаешься к себе. Успех, счастье, все это не вовне, все это внутри. И вот шаббат, это как раз слово шаббат переводится остановка. Дальше идут следующие заповеди, да, это у нас есть четыре. Пятая заповедь на первой скрижале, это Как приказал Бог Всесильный твой. Не думай, что ты лучше Бога знаешь, что значит почитай. Есть шелханарук, там написано, как почитать, что почитать, что имеется в виду. Но для чего это надо делать? Только здесь написана награда за заповедь, да. Почитание папы и мамы связано напрямую с продолжительностью жизни, с качеством жизни и с, значит, с успехом на той земле, которую Бог дает тебе в Израиле. А сейчас многие психологи дошли до этого, да, они уже стали умные, и они наконец-то дошли до того, что написано в Торе, что взаимоотношение человека с его родителями оказывает невероятно мощное влияние на всю психологическую деятельность человека. А так как эмоциональное состояние, вообще качество жизни зависит от психологии, да, то, что у тебя в голове, то когда у тебя есть внутри почитание к родителям, когда ты выстроил с ними правильное отношение, тебе хорошо, у тебя устойчивое внутреннее состояние, ты, ну, как бы, есть у тебя внутри очень мощная такая основа для счастья в жизни. Прямо написано на скрижалях, чтобы было хорошо тебе, Лиман и Тавла, для того, чтобы было прямо тебе сильно хорошо. Почитай папу и маму, чтобы тебе было сильно хорошо. Лотерцах. Дальше идут пять заповедей, которые относятся между человеком и человеком. Это были заповеди, которые между человеком и Богом. Да, пять заповедей на одной скрижале. Пять заповедей между человеком и человеком. Лотерцах. Не убивай. Лотинаф. Не прелюбодействуй. Уснатора нам говорит, что здесь имеется в виду связь с замужней женщиной. Это то, что на скрижалях было написано, что это, ну, это очень запрещено. В лотигнов. Не воруй. В лотане бреяха. А-эт-шавэ. И не обманывай ближнего. Не будь свидетелем, лжесвидетелем. В лотахмод эшетреха. И не возжелай. Десятая заповедь, она самая сложная. Потому что она выражена не в действии, а в мыслях. То есть, кто должен быть контрольным над мыслями. Лотахмод эшетреха. Не возжелай жену ближнего твоего. В лотитавэ беетреха. И не возжелай дом ближнего твоего. Садеу, поля его, авдо, раба его, рабыни его, шоро, быка его, осла его. Веколь ашер лереха. И все, что у ближнего твоего, нельзя это возжелать. Значит, это самая сложная заповедь, но она корень всего. Потому что, если ты понимаешь, что все, что надо тебе, тебе Бог дал. И все, что надо будет тебе, тебе Бог даст. А все, что надо ближнему, ему Бог дал. И если мы возьмем, у каждого есть своя хавила. Хавила это как своя хапочка. У каждого свои проблемы. И ты смотришь, вроде как какую-то ты видишь грань. Думаешь, вот почему ему Бог дал больше. А ты загляни вторую грань. Может, у него в это время он уже там три смерти с опухоли. Ты готов поменяться. И говорят, что когда человеку показывают его хавилу, его как бы всю связку, то он говорит, мне не надо ничего чужого. Мне вот то, что мое, это для меня реально идеальный вариант. Всевышний мне дал то, что мне и надо. Хорошо. Значит, это было 10 заповедей. Их важно знать, запомнить, читать, соблюдать. И как бы понять глубину, которая в них заложена. Там есть огромная еще глубина. Мы сейчас пошли только по Пшату, по простому смыслу. А там есть еще РМС, намек. Там еще есть Драш. Драш это расшифровка. И там еще есть СОД, тайна. Драш, я сегодня Йорца. Это моего учителя Равыцка Зильберд. Я очень хочу, ну, прям поехать. Я, может, вам сниму тоже сегодня, поеду на... Собираюсь в Блинендер, поехать на кладбище. Значит, сегодня годовщина его смерти. Равыцка Зильберд за царь. И он, значит, говорил иногда вот такие вот друши, которые тайно спрятаны в Торе. Вот сейчас я хотел сказать, это друшь, но я вот сейчас вспоминаю, что это не он, по-моему, сказал. Это не от него было. Но пусть это будет Лейлу, не Шама, пусть это будет, это очень сильный друшь. Это Бальшим Ток так говорил. Помните, было, когда Муша Рабену сказал Анухи Ашем Элу Кейха? Когда Муша Рабену сказал Анухи Я, Омет Бен Ашем Убен Эхем. Я стою между вами и между Богом. И говорил Бальшим Ток. Анухиют, Анухи это Эго. Я, вот только есть Я, это Они, это простое такое Я. А Анухи это как бы Я с большой буквы. И он говорит Анухи, Бог про себя сказал в первой заповеди, Анухи Ашем Элу Кейхем. Анухи это как бы Я, но в таком очень уважаемом формате, в большом формате. И говорит Бальшим Ток. Когда Муша сказал Анухи, Я стоял между Богом и вами, он говорит Анухи, Анухиют, Эго, Ваше Эго, Ваше вот это вот Я знаю, стоит между Богом и вами. Он говорит, Это как железная стена, которая разделяет между душой, человеком и Богом. Так как душа это часть Всевышнего. А что разделяет между душой и Всевышним? Я. Вот это вот мыслительная конструкция, которая называется персоналити, самоидентификация, Анухиют, Я хочу, Я знаю, Я такой, и так далее. Вот это все Я, это и есть железная стена. Все, теперь, так как я постарался, хотел сегодня в 30 минут успеть, а уже 32. Значит, один из его отрывок мы выучим из 26 главы, а я вам потом в телеграм-канал, я несколько хотел, но я их туда отправлю с комментарием. Значит, какой один мы сегодня возьмем? Значит, второй отрывок мы возьмем. Здесь очень много в этой главе говорится опять же про ленивого и про то, что называется карма, про ленивого, про жалобщика здесь есть, да, очень много про жалобщика, но вот здесь, как бы, суть, да, если взять краткое содержание 26 главы, то все, что ты говоришь, все, что ты говоришь, возвращается, и слова управляют жизнью, то есть слова, то, что ты говоришь себе, внутри головы, это есть и суть вообще твоей коммуникации, главная коммуникация, это у человека с самим собой, и что ты себе наговариваешь, что ты и веришь, там, кто-то с собой ругается, кто-то себя хвалит, кто-то себе говорит, я могу, кто-то себе говорит, я не могу, все это словами человек сотворяет в свой внутренний мир, и здесь говорится про негативные разные концепции слов, в этой главе много, и к чему они приводят, и вот второй отрывок, очень, очень такой примечательный, как птичка есть, которая ее колбасит, как воробей, который вот он летает туда-сюда, так быстро летает, есть какая-то другая птица, которая дрор называется, она тоже летает как-то по-особенному, раньше люди наблюдали за природой, знали, так же проклятие пустое, на него же придет, значит, что имеется в виду, вот человек говорит, говорит проклятие там на кого-то, да, он говорит, да, вот эти вот там, и те такие, в общем, он прямо про людей говорит плохо, бывает же, бывает, теперь говорится так, что когда ты говоришь на кого-то проклятие, то оно в первую очередь на кого придет, на того, кто говорит, оно же и приходит, представляете, если бы люди знали, насколько их плохие слова, которые они говорят на других людей, ухудшают их жизнь, так они бы слова плохого ни на кого не сказали, теперь, у каждого человека накапливается, как бы запас, что такое карма, да, на Востоке, или у нас это называется, что все твои действия в книгу записываются, да, и все на тебя возвращается, даже здесь есть такое, что кто роет яму, например, в нее упадет, и так далее, все возвращается, закон бумеранга, это в 26 главе много про это, значит, у каждого человека есть позитивные действия, которые создают позитивный депозит у него в духовном мире, есть действия негативные, которые создают негативный депозит, но Всевышний, он, вся система работает как лестница Якова, ты делаешь действия или говоришь слово, ангел поднимается наверх по лестнице, а потом ангелы спускаются, и между ангелами, которые поднимаются, и которые спускаются, есть большая задержка, теперь человек, который делал много грехов, Всевышний ждет, может быть, он исправится, и он, он же не делал только грехи, он тут кому-то помог, тут доброе слово сказал, тут сдаку дал, сдака спасает от смерти, написано, то есть, он кому-то дал жизнь, сдака это как жизнь ты кому-то дал, да, жизненную силу, у тебя может быть, над тобой висела какая-то инфекция, бах, микроб улетел, значит, получил задание, как дрон, и улетел, потому что ты кому-то дал сдаку, теперь ладно, и тут вдруг человек, над которым Всевышний, вот на ним висят мячи, 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 не футбольные мячи, а мячи, как раньше были, копья, назовем, да, значит, висят над ним, Всевышний их держит, ждет Йом-Кипура, чтобы человек раскаялся, чтобы он вообще все, и тут вдруг этот же человек, он на кого-то, который сделал какую-то маленькую ошибку, он начинает его проклинать, чтоб ты там и так, чтоб тебе было, и так, чтоб тебе было, и так, чтоб тебе было, в этот момент, это проклятие, нажимает спусковой крючок, и на него начинают валиться все эти копья, то есть, почему, та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба, поэтому, давайте на этом закончим сегодняшний урок, будем, о чем разговаривать, 10 заповедей, все, вот как раз, чем занять свой мозг, и чем занять свой рот, изучением Торы, и выполнением заповедей, и добрыми делами, и благодарностью, и молитвами, и когда вы кого-то видите, лучше сказать наоборот, чтобы Бог тебе помог во всем, чтобы Бог тебе дал здоровье, вот я прям вам говорю, чтобы Бог вам дал здоровье, благополучие, деньги, вместо того, чтобы вас желают, что у ближнего, пожелай ему хорошо, чтобы было, все к тебе вернется, тот, кто желает, благословляет, будет благословлен в тысячи раз, и это очень правильный ответ на благословение, когда, когда вас благословляют, вы говорите человеку, который вас благословляет, вы говорите, чтобы благословляющий будет благословлен в тысячу раз, и вы тогда, получается, его тоже благословили, и пошла цепная реакция позитивного, и Всевышний говорит, какие они молодцы, друг друга любят, друг другу помогают, дам я им все, что нужно для счастья, чтобы всем хватило, все, всем удачи, успехов, завтра встречаемся в 10 лет раз, Божьей помощи, и чтобы Всевышний выполнил ваши молитвы для вашего блага, и чтобы было у всех здоровье, благополучие, хорошее отношение, любовь, и чтобы третий храм, сегодня вечером наступает пост 9-го ава, память о разрушении двух храмов, и мы плачем, плачем и вспоминаем, что второй храм был разрушен за беспричинную ненависть друг к другу, а мы с вами можем построить третий храм, как беспричинной любовью друг к другу, если вы наполните свое сердце изначально, как установки по умолчанию, беспричинной любовью, добротой к другим людям, это и будет главным, главным, как тридером, да, который приведет третий храм, и мы будем с вами очень хорошо жить, вечно. Все, всем удачи, успехов, до завтра, завтра в 10 раз, с божеством умолчения встречаются. Субтитры подогнал «Симон»